Всем привет! Сегодня мы поговорим об эмиграции, о нас, о женщинах здесь. Я буду говорить о том, что я замечаю здесь, в Турции, просто повествование, да, скажем так, что наболело, что в моей голове откладывается на эту тему. Это, я думаю, относится и к другим каким-то странам. Дело не в стране, в которую вы переехали, да, а в каком-то менталитете, что в вашей голове заложено на эту тему. Я среди своих подписчиц писем, историй, то, что я вот здесь вижу вокруг себя девчонок окружающих, нашего комьюнити, с подружками, там, о чем, да, говорю, русскоязычными, я заметила такую тенденцию. Первое — это женщины, которые на родине успешные, у которых все в порядке, у которых есть там машина-квартира и все прочее, но в силу своих обстоятельств, я, в принципе, понимаю, каких, недолюбленности, неустроенности, желания там семью завести, и что-то с этим не получалось, они, когда находят имена турка, они считают, у них такой стереотип срабатывает в голове. Они семейные, хорошие, с милым рай в шалаше, и, в общем, женщины меняют свою социальную среду, свои какие-то достижения оставляют карьеру, продают там свою недвижимость машины, везут сюда свои деньги, и они здесь согласны на меньшее. То есть они понижают свой социальный уровень и согласны, ну, хотя бы на такого. Вот про таких женщин тогда потом уходят, знаете, слухи, и мне очень часто в комментариях, кто хочет задеть, пишут из разряда, что на родине не пригодилось, поэтому нашла себе турка легкий вариант, дома-то никому не нужна была. Я всегда отвечаю, у меня никогда в ухажерах проблем и на родине не было, мы просто так слышались обстоятельства, что полюбила я своего мужа, он оказался иностранцем. Это получилось чисто случайно, я не планировала там куда-то переезжать, там в Турцию или еще что-то в этом роде нет. И вот очень обидно, когда я это вижу и расспрашиваю, а потом, знаете, в чем проблема? Сначала кажется, смело мраюсь в шалаше, женщина закрывает глаза на какие-то его социальные бытовые минусы, там не дарит подарки или еще что-то. Ну, в короче, оно по факту, на самом деле, она сразу видит, что он особо не вкладывается, ничего ждать, по сути, от него не нужно. Но вот этот инстинкт самосохранения у нее не срабатывает, она, скажем так, на него ведется, понижает свой социальный уровень для жизни здесь в Турции. А потом, со временем, вот эта влюбленность, точнее, это не влюбленность, это закрытие вот этой потребности, ну, мужик под боком, ну, ладно, родила ему ребенка, всплывают проблемы различные, которые она раньше не хотела замечать, бытовые, социальные какие-то. Вообще, мы разные, оказывается, у него там незаконченная ПТУ, там, я его, не знаю, чем-то он там за работой какой-то физической занимается. У меня два высших образования, еще у меня был бизнес там на родине, и нам в итоге с ним вечером, он сидит пиво, пьет футбол, смотрит, а мне с ним поговорить нечем. И она понимает, что, а я бы такого, который пьет пиво вечером и смотрит футбол, и не помогает, например, с детьми особо много денег не зарабатывать, могла бы и дома найти. То есть для нее это доходит попозже. И она переезжает вот под ореолом какого-то заблуждения, да, своего определенного, выстроенного в голове мнения, что турки семейные, короче, они типа лучше. На самом деле меняется шило на мыло. Есть вторая, у меня очень поражающая категория девушек. Я к тому, что девушка, например, на родине своей, она родилась в какой-нибудь деревне, или она родилась в районном центре, или в маленьком небольшом городе. Встречалась она с каким-нибудь там Васей Электриком, очень простым, я имею в виду, или там Димой, менеджером в салоне сотовой связи, продающим телефоны. Вечером он пил пивасик у телевизора. В принципе, как большой процент людей в стране, в провинции проводит свое время, да. И по сути из этого она, скажем так, никогда не пыталась куда-то вырваться. И для нее эта жизнь была нормальная. Это был ее уровень и социальной, и интеллектуальной жизни. Так она жила. Съездила, может быть, один пару раз она там в Египет, в Таиланд, в Индию. Потом она съездила в Турцию, познакомилась с Мехмедом в отеле, где она подумала, что все очень любят, тут мужики такие, да, любеобильно. Она попала, на самом деле, к, скажем так, Альфонсу стандартному или к какому-то разводили отельному, который по матросилу бросился, чисто поиграл пару недель, да. У нее перевернулся мир, то есть она получила внимание, мужскую заботу, любовь, когда дома вот этот Петя Дима также пьет пивасик, смотрит телевизор и никогда там никакого внимания и красивых слов не говорит, внимания не дает, да. Она начинает потом, допустим, в интернете где-то искать, зарегистрируется на сайтах. В общем, короче, каким-то макаром она расстается с Димой, Васей и Петей и начинает себе искать именно в Турции. Турка мужика каким-то образом находит, отношения начинают заворачиваться, она переезжает сюда. Это такая краткая схема. А вот здесь уже мне очень прикалывают такие девочки, да, которые жили в пятиэтажке, в хрущевке, в съемной квартире, своя, например, такая, да, была. Дима ее устраивал когда-то из, там, я не знаю, сотовой связи магазина. Все было в порядке. Но сейчас она выходит, например, замуж за среднестатистического нормального работающего Турка, который живет средне, выше средне. Он, может быть, купил квартиру, может быть, он там в ипотеку, в кредит или еще как-то, но жилье у них несъемное, там выплачивается кредит свое, да. А ей он недостаточно хорош. Когда она ехала, она рисовала себе сказку, что она будет жить у Босфора, у моста, в Бебеке, в Шишле, например, да, то есть в самом центре, где, поверьте, в Турции, в Стамбуле, ну, только самые люксобогатые люди, успешные могут себе позволить там жилье, потому что она стоит миллионы долларов. Не лир, а долларов из-за исторической ценности, и при этом там условия жизни не очень хорошие, потому что там дома, как правило, старые, и они охраняются, их нельзя переделывать, менять там канализацию, вносить какие-то коррективы в ремонте, потому что они охраняются законом там о историческом наследии, только или там, окей, может быть, какие-то сеты новые, или еще что-то, что-то, я не важно, да. То есть когда-то она довольствовалась меньшим, живя в маленьком городе либо в селе, в поселке каком-нибудь, а теперь, когда она уже в Турции, ей и этого мало. Вот это меня очень сильно девочке поражает. Казалось бы, ты нашла среднестатистического хорошего, надежного мужика, неважно в какой стране, ну, в Турции получилось, да, настроенного на семью, нормально зарабатывающий, средний, выше головы не прыгает, но у вас на еду, на развлечения, на отпуск, например, раз в год, на квартиру деньги есть, живи, радуйся, рожай детей, там живи, посыдь. Но нет, у девочки просыпается аппетит, и она начинает долбить своего мужа, искать себе проблемы где-то в Турции, в стране, что здесь все плохо, и вообще тут все оказалось так отстойно, и эта страна и люди не моего уровня, надо брать выше, ехать либо в Европу, или если ей нравится вот эта арабская ветка, скажем так, да, богатых арабов каких-то, там, Дубаи, Эмираты, и понеслась, короче, да, в ту сторону, там, всякие есть еще страны у нас, восточные, нефтяные, да, где тоже наши девочки живут. Я про то, что не хочу никого обидеть, кто, может быть, себя об этом увидел или так же рассуждает, но вы поймите, что на вас всех богатых миллионеров не хватит, и в Стамбуле, в Бибеке, в Шишле не все живут, и на Багдадке, например, да, этого азиатской части, тут даже среди местных и богатых людей не все могут позволить там себе жилье, а ты, например, присуешь своего мужа за это, что ты хочешь там жить, тусоваться, ты себе другую жизнь рисовала. Так я к таких девочек хочу вернуть назад и напомнить, а 6 лет, 7 назад, 5, 3 года назад, вспомни, где ты сидела, что ты ела, с кем ты жила и где ты работала. Почему ты считаешь, что ты, например, достойна этого? Я не говорю о том, что мечтать не нужно, но из себя что-то нужно представлять для того, чтобы находить, например, такого мужчину, который может тебе это подарить или позволить тебе это сделать. Как правило, люди с большими деньгами, финансовыми возможностями, они себе дурочек не ищут, это раз. За ней что-то за девушкой должно тоже быть, но если окей, он согласится и примет тебя, есть определенный спрос и определенный уровень общения, сознания своего, да, под уровень вот этого мужчину и его образ жизни, ему тоже нужно соответствовать. И вот эти два момента, они очень часто встречаются. Либо женщина нормальная, живущая, состоявшаяся, клюет в силу своих каких-то проблем, неисполненных желаний, потребностей, на низкий уровень жизни его понижает, согласна вообще на все, на рай в шалаше. Либо девочка средняя, ничем особо не примечательная, не как-то супер, не знаю, интеллектуально развитая или еще что-то, когда она хватает рыбку получше, чем у нее сейчас, она превращается в акулу и начинает хапать все больше, желания растут. Знаете, как в сказке про золотую рыбку и замок уже хочется, но при этом страдает, например, ее парень, которому она переехала, который не может ей позволить такой уровень. Ты же, ну, как бы ты видела, что у него другой уровень жизни. Я про то, что, девочки, надо, чтобы быть счастливой и не вступать в конфликт с какими-то своими внутренними. Семья надо искать себе партнера, надо всегда настраиваться на партнерские взаимоотношения. И когда говорят, ой, в Турции партнерских взаимоотношений, в их менталитете очень мало, и, типа, не всегда жены там работают, партнер как-то вкладывать финансово в семью и все такое прочее. Да, в Турции немножко, может быть, партнерское считается по-другому. Партнерское, может быть, это когда муж работает, а жена его партнер и ведет домашнее хозяйство, детей, всем вот этим занимается. Это ее работа. Если она физически на работе не работает, деньги не приносит, но она хотя бы берет полностью на себя вот этот весь быт, обустройство, решение вопросов вот этих с детьми, с садиками, с питанием, со всем-совсем, с уоркой и всем прочим. То есть муж ходит на работу, приносит деньги, это оплачивает, да, ложится вечером там на диван, отдыхает. А жена занимается другими вопросами, не только там детьми чисто покормить, за ним посмотреть, ну и там, не знаю, заплатить за электричество, там поговорить там с соседями, какие-то вопросы решить, это на ней уже, да. Вот это в турецком менталитете партнерские отношения. Таких, кто хочет, скажем так, богатого в себе мужика, ни себе не по уровню, поверьте, здесь среди местных навалом вы не одни такие. Здесь дофига таких турчанок, которые очень открыты. В Стамбуле, я говорю, европейские девчонки, красятся, губы делают, там, грудь выпячивают, короткие топики модные сейчас надевают, да. То есть очень фульгарно могут себя вести, и на них такие же мужики тоже клюют. И все то же самое. Здесь конкуренция такая тоже есть. Поэтому нужно, скажем так, я к чему веду, что если ты нашел себе по уровню и партнера в отношениях, остановись и радуйся жизни. А если ты хочешь большего, у тебя растут аппетиты, то и своим аппетитом в поиске такого мужчины ты тоже должна соответствовать и развиваться. Вот и все. Я не говорю, что это плохо, не даю никакой оценки. Я к тому, что говорить фу, фи, и все такое вокруг там плохое, это не мой уровень. Мне всегда такие... Это просто такие фразы, которые, блин, везде встречаются. Мне хочется сказать, отец, вспомни, какой у тебя уровень был до этого, откуда ты переехала. Надо быть попроще, вот к чему. И быть счастливым, и тогда у вас будет счастье. А если вам не нравится человек, и это уже не ваш уровень, то оставьте его. Не надо его мучить, выносить ему мозг. Просто оставьте отношения, развивайтесь дальше, ищите себе другого человека. Что вы думаете по этому поводу? Может быть, вы со мной согласны. Я всегда под видео оставляю почту свою, для того, чтобы вы присылали свои истории. Мы их с вами обсуждаем, разбор делаем. Либо для записи на консультации психологические, если вы не готовы публично поделиться своей историей. Спасибо вам за внимание. Жду ваших комментариев. Поставьте лайк под этим видео. Мне будет очень приятно. Это поможет развитию канала. Спасибо за внимание. Всем пока.